добрый день добрый час дорогие друзья дорогие наши подписчики клиенты конкуренты всем привет из зимней алании сегодня компания и съемочная группа arbot homes снимает для вас ролик в экстремальных условиях вы видите что находится вокруг меня снег и он падает мне на голову 20 лет снег не видел нисколько не соскучилась но хочу сегодня вас порадовать вот этой снежной алании алания настолько многогранна и теплая и холодная мы конечно же находимся не в центре мы уехали 30 30 35 минут от центра мы ехали повыше горам и здесь вот такой снег мой ребенок как раз лепит сейчас снеговик его посадим его по турецкой аланийской традиции на капот машины и так зима в алании ближе к январю концу декабря начинается и длится два два с половиной месяца средняя температура 10 18 градусов большинство из вас для большинства из вас зима это много много зимней одежды зимние сапоги какие-то с начесом штаны кофты пуховики и шубы шарфы и шапки все это много 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 нужно на себя одевать а сколько же нужно место чтобы все это хранить дома а сколько же нужно денег чтобы все это покупать поэтому в аланию когда вы приезжаете шкафы не нужны деньги вы потратите на прекрасный отдых и досуг который вы должны потратить на эту зимнюю одежду потому что плюс 18 вы будете ходить в тоненьких дутиках вот и все дорогие мои вот вы наверняка знаете что автомобили стоят здесь дороже чем например в россии в казахстане и так далее но они сохраняют свою молодость на дольше чем у вас потому что снега у нас нет в центре и районах не за исключением вот этих вот горных местности где мы сейчас находимся и соответственно слякоти грязи на дорогах нет нет ничем не 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 посыпают дороги и соответственно ничего не ржавеет и сохраняется дольше следующий пункт зимы в алании это конечно же богатый выбор экологически чистых овощей и фруктов ввиду мягких климатических условий все это растет оно все не опрысканное без химикатов люди приезжают сюда за здоровьем местное население на зимовку также приезжает сюда измир стамбул анкара едут сюда опять потому что здесь теплее потому что здесь вкуснее какая жанна многогранная наша алания зимой вы можете купаться в море я понимаю что это в основном делают иностранцы потому что зимой за 7 месяцев они замерзают а здесь температура моря в среднем 15 18 градусов местное население уже после середины октября в море не ходит и не купается если вас же вашим деткам хочется каких-то интересных развлечений вы можете за полчаса подняться в горы и поиграть вот так вот снежки а если мы говорим о более профессиональном отдыхе в окрестностях алании есть три курорта саклыкет горнолыжных курорта саклыкет даврас и окда если будет интересно про эти курорты спрашивайте в комментариях и пообщаемся с вами поподробнее товарищи 90 процентов принципе деревьев зимой а 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 салют хаек у зомби чем видео я пьюрусь вот вы знаете 90 процентов деревьев зеленые листья падают сочью маленького процента деревьев и это так красиво особенно когда солнце светит такое ощущение что вы летом и хотя бы весна или начало осени особенно апельсиновые лимонные все цитрусовые деревья не так радует своими этими кислыми фруктами да это дикие апельсины но их нельзя есть но это так красиво дорогие мои приезжайте в Аланию зима это время греться в саунах и хамамах это есть в новых комплексах в инфраструктуре если нет то вы можете ходить в какие-то спа-центры где также можете погреться в сауне и хамаме в каждом районе это имеется на самом деле зима не такая людная в Алании потому что большинство туристов приезжают сюда на аренду только их малая часть большинство отелей открыты и те кто желают здесь позимовать уже по меньшей стоимости арендуют квартир и квартир на аренду больше выбора больше везде пишут блогеры пишут что зима здесь холодная и напоминаю что это только два с половиной месяца даже не три что в квартирах холоднее чем на улице вот вы у себя например в россии или украине квартиры своей не живете и у вас вы выключаете батареи нет отопления соответственно квартира будет также в квартирах будет также холодная согласна что здесь постройках в домах стены тоньше потому что нет таких суровых морозов минус 20 минус 30 чем можно отапливаться в домах конечно же самый популярный способ это кондиционеры вот у меня например квартира большая и ненужные комнаты я закрываю включаю на полную мощность 27 градусов когда прохладно как в последнюю неделю у меня кондиционер работает сутки и я измеряла температуру 25 градусов можно конечно пользоваться электрическими печками гранитными панелями на все это уже я знаю по своему опыту стоит дороже внимание приезжающий сюда зимовать если солнышко зимой она очень очень обманчивая нужно одеваться потеплее хотя бы куртки или ветровки вы знаете что после 15 30 после 16 становится на 5 на 8 градусов холоднее и потом приезжающие болеют если вы хотите болеть то продолжайте одеваться в таком духе или одевайтесь как местное население в курточках и всегда будете здоровыми европейцы в последние годы все чаще и чаще приезжают сюда на зимовку устав от 6 от 7 месячной зимы снегов и холодов и вообще в европе очень дорого стоит зимой содержать дом поэтому проще здесь сшить в каком-то бюджетном отеле на той же клеопатрия как они любят особенно после определенного возраста пенсионеры когда нет привязки к дому к детям и животным люди просто здесь зимуют дорогие мои если вам понравилось сегодняшнее видео обязательно лайки ставьте пишите в комментариях ваши впечатления думаю что многие из вас тоже здесь уже зимовали расскажите как вам в квартирах тепло или непло чем вы обогревались на сегодня я с вами прощаюсь из зимней из вот такой снежной алании арбат холмс татьяна пикер пока пока